Вадим Павлов Вадим Павлов Вячеславович, а неужели вот за два прошедших года внедрения этой модели профессионалы, а занимающиеся, 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 занимающиеся. Не придумали какого-то более удобного термина. — Рискориентированная модель — это термин, который отражает содержание организации, принципы к организации деятельности контрольно-надзорных органов. Поэтому название «рискориентированная» как раз, мне кажется, отражает суть «ориентированная на риск». Поэтому общепринятое в мире название предлагаю оставить. — Замечательно, спасибо. А тогда давайте продолжим тем, что вы пытаетесь как можно более доступно объяснить, что это такое. — Хорошо. Для того, чтобы рассказать о содержании этой деятельности, вообще в целом даже о необходимости реформирования деятельности контрольно-надзорных органов, обращусь к результатам социологических исследований, когда у предпринимателей Ульяновской области спрашивали, какие значимые, по мнению бизнеса, факторы влияют, усложняют деятельность бизнеса. И, как правило, в ходе таких опросов всегда называются, там есть топ-3 причин, которые называются бизнесом всегда. Как правило, это доступность финансовых ресурсов, предприниматели называют, административные барьеры, существующие на рынке. И третьим вопрос — квалификации, компетенции кадров. Вот эти вот три ключевых проблемы, они являются определяющими, они влияют на развитие бизнеса. Поскольку все, что связано с административными барьерами в целом, и в том числе с деятельностью контрольно-надзорных органов, является для предпринимателей значимым фактором, то эта проблема требует такого системного масштабного решения. Для того, чтобы понимать текущее состояние, мы проводим периодические исследования, опросы экспертные, когда спрашиваем мнение бизнеса, каким образом выглядит ситуация на сегодняшний день. Вот крайний опрос, который мы проводили в ноябре текущего года, я некоторые цифры могу в качестве примера привести. Вот ульяновские предприниматели считают, на сегодняшний день 31% участников опроса считают, что административные барьеры требуют существенных затрат с стороны бизнеса на их преодоление. Вместе с тем, 63% участников опроса говорят о том, что административных барьеров нет, или эти барьеры преодолеваются без существенных затрат. Но тем не менее, вот эта цифра 31%, то есть практически каждый третий предприниматель говорит о том, что преодоление барьеров вызывает сложности для ведения его бизнеса. Вот это как раз та доля предпринимателей, которые видят ограничивающий для себя момент в виде деятельности контроля надзорных органов. Соответственно, мы занимаемся реформой именно вот этой деятельности. Что представляет собой рискоориентированная модель? Вообще, вот этот принципиальный подход, то есть здесь необходимо выделить два ключевых момента. Первый, конечно, это частота проверок должна быть пропорциональна уровню риска. О чем идет речь? Чем более высокий вес в деятельности предпринимателя, допустим, он занимается производством продуктов питания, мы понимаем, что это напрямую связано со здоровьем жителей, мы понимаем, что эта деятельность, она должна вызывать внимание с точки зрения организации и соответствия требованиям стороны контрольных органов. Есть определенные виды деятельности, когда предприниматель может либо в заявительном порядке сказать о том, что соответствует рекламная деятельность, он либо может сам регулировать, либо информировать контрольные органы о том, соблюдают ли он эти требования или нет. То есть он не требует постоянного такого глубокого контроля и так далее. Вот это первый принцип организации рискориентированного подхода. Второй принцип основан на том, что строгость наказания в виде штрафных санкций или бремя от права применения этих, она должна быть тоже пропорциональна фактической опасности. О чем я веду речь? Если какие-то действия предпринимателя привели к возникновению ущерба, то наказание за это нарушение должно быть пропорционально масштабу ущерба. Если есть какие-то незначительные правонарушения, то один из принципов, которые мы реализуем, это применение предупреждения за впервые совершенные правонарушения. Есть ряд статей регионального кодекса об административных правонарушениях, связанных с благоустройством. Когда мы понимаем, что предприниматель, совершающий впервые правонарушения, связанного с этой статьей, если раньше были безальтернативные штрафы, для юридического лица от 70 до 100 тысяч, для начинающего предпринимателя мы понимаем, что эта сумма значимая. И для некоторых это борьбер вообще для продолжения деятельности. Мы понимаем, что это нарушение могло быть связано либо с незнанием действующих регулирующих норм, это первое. Во-вторых, это правонарушение с точки зрения угрозы здоровью жителей, оно минимальное. И в этих направлениях мы приняли решение и внесены изменения, я имею в виду губернатор Ульяновской области, правительство из-за главного собрания региона поддержало, внесено изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, когда по этим статьям за впервые совершенные правонарушения ограничивается предупреждение. Это реальный шаг, когда в действии мы видим, каким образом работает эта рискориентированная модель. Хорошо, спасибо. Является фактом, что Ульяновская область одним из первых субъектов в обстане приступила к внедрению этой схемы. А добились ли мы каких-либо успехов на этом поприще? Если да, то каких? И если можно, какие-нибудь факты, цифры, которые бы вы показали? Я считаю, отвечу вопрос на две части, разделю. Первый начну с цифр. Мы проводим мониторинг, количество, во-первых, мониторинг проводим, вот я сослался на логическое исследование, мнение бизнеса. Могу сказать, что по итогам прошедшего года количество предпринимателей, которые отмечают, что они административных барьеров либо нет, либо они без существенных затрат преодолеваются, количество этих предпринимателей увеличилось на 11%. За год? За год, да. Я считаю, что это один из показателей нашей работы. Это первое. Во-вторых, количество предпринимателей, которые считают, что административные барьеры для них непредалимы, они тоже уменьшились на 6%. Соответственно, увеличились все, для кого барьеров нет, и уменьшились те, для кого барьеры присутствуют. То есть, это вот очень показательные цифры, на мой взгляд, они характеризуют как раз результат той работы большой, которую мы проводим на уровне региональных муниципальных контрольно-надзорных органов в тесном взаимодействии с нашими коллегами с федеральных контрольно-надзорных органов. Это большая работа ведется. Это как первая цифра. Во-вторых, в качестве примера, опять же, могу сказать, что количество самих проверок, которые проводятся на территории региона, могу сказать, привести такие цифры. За первое полугодие 2015 года региональными контрольно-надзорными органами было проведено почти 2600 проверок. Я говорю только про региональные и муниципальные контрольно-надзорные органы. Вот за первое полугодие 2016 года таких проверок было проведено менее 2000. Мы видим, что и количество проверок тоже уменьшается. Этому есть несколько причин. Во-первых, это мораторий, который действует с января 2016 года на проведение плановых проверок отношения субъектов малого предпринимательства. Безусловно, это несло свое лету во формирование этого результата. Это первое. Во-вторых, это и та работа, которую мы проводим на сегодняшний день в регионе по внедрению элементов рискориентированной модели, то, о чем я начал рассказывать. И вот совокупно, мне кажется, это тот эффект, который предприниматели могут почувствовать на себе уже непосредственно в виде визитов контрольных органов, в виде штрафных санкций, которые к ним применяются за нарушение. Это то, с чем предприниматели сталкиваются в своей повседневной деятельности. Второй ответ на этот большой вопрос связан с организацией работы в регионе связанной с реформой деятельности контрольных органов. Вот эта большая работа проводится уже действительно второй год. Она проводится в тесном взаимодействии со нашими федеральными коллегами, с Михаилом Анатольевичем Абызовым, с министром Российской Федерации. Подписано соглашение с ключевыми контрольно-надзорными органами, которые формируют максимальное количество проверок. Это Роспотребнадзор, МЧС, Ространснадзор. Буквально в ближайшую неделю будет подписано аналогичное соглашение с Россерхоснадзором. То есть, все эти контрольные органы, действующие территориальные представительства в регионе, они работают в тесном взаимодействии с нами. Это очень важно. Вот та большая работа, которая нами проводится, она включает в себя как блок вопроса, связанный с анализом организации работы контрольных органов. Потому что мы эту работу провели и определили, что около тысячи обязательных требований в отношении субъектов малопредпринимательства на сегодняшний день действуют со стороны региональных и муниципальных контрольных органов. Вот эту работу, анализ мы провели, выявили часть требований избыточных, на наш взгляд. Соответственно, мы выходим с инициативы, чтобы эти требования их изменить. Это первая работа. Вторая работа, вторая часть связана с анализом полномочий контрольно-надзорных органов. Когда мы, проведя этот анализ, увидели, что часть контрольно-надзорных органов, они дублировали свои контрольно-надзорные полномочия функции, когда к одному и тому же предпринимателю могли приходить разные контрольно-надзорные органы. Вот сейчас этого уже нет. И результаты вот этого логического исследования, они тоже об этом говорят, что практически нет сейчас предпринимателей, которые говорят о том, что такое дублирование Наша активная позиция в части необходимости реформирования деятельности контрольных органов вызывает большое внимание со стороны федерального центра. Я могу сказать, что Ульяновская область – это первый и единственный регион, который такую масштабную работу проводит. Результаты этой работы вызывают большое внимание со стороны федеральных наших коллег, и часть наших предложений легла в основу, в том числе и дорожная карта по реформированию контроля надзорных органов федеральных. Это один из результатов. Во-вторых, губернатор Ульяновской области входит в состав рабочей группы, которая занимается подготовкой, разработкой проекта федерального закона о государственном муниципальном контроле. Это федеральный закон, который достаточно долгое время обсуждался, разрабатывался с нашим активным участием, который фактически эту сферу будет регулировать, и все принципы рискориентированного подхода, они как раз транслируются нами, будут заложены, отражены в этом законе, в федеральном законе. Это важно. Третий момент связан с тем, что на федеральном уровне реформа контроля надзора в силу своей высокой значимости, она определена как один из 12 федеральных приоритетных проектов. И Сергей Иванович Морозов, наш губернатор, это единственный из руководителей субъектов Российской Федерации, который вошел в состав проектного комитета и может уже транслировать позицию региона на федеральный уровень, чтобы вот эта работа по реформированию контроля надзорной деятельности в целом в масштабах страны, используя наш опыт, она вот масштабно, системно так развивалась. — Спасибо. Вы частично ответили на мой следующий вопрос, но все-таки давайте уточним. Ясно, что предприниматели, что бизнесмены такую схему абсолютно полностью поддерживают, но как к внедрению этой модели относятся сами надзорные органы? А не встречаете ли Вы о каком-то сопротивлении с их стороны и в целом о какие сложности встречаются на Вашем пути? — Здесь, я думаю, я с удовлетворением и радостью отмечу, что общая позиция у коллег в региональных контроль надзорных органах, она единая, она строится на том, что принципы рискориентированной модели, они будут внедряться, это позиция губернатора, она так транслируется и принимается всеми участниками этого процесса. — Я считаю, что это один из залогов, мне кажется, такой хорошей динамики развития этого процесса в регионе. — Нужно отметить, что это очень сложная тема, с одной стороны, потому что избавить бизнес совсем от контроля нельзя, потому что есть зоны риска, то, о чем я сказал, производство продукции питания, транспорт, объекты с повышенной опасностью, строительный надзор, жилищный и так далее. — Надзор полностью уйти, он не может и не должен, потому что эти обязательные требования к организации деятельности, они должны присутствовать, потому что это обеспечивает безопасность, в первую очередь, жизни и здоровье граждан. — Поэтому надзор должен быть. Вопрос в том, что надзор должен быть разумным и он должен быть неизбыточным. Вот это ключевая позиция, и она нашими коллегами принимается и развивается дальше. Есть пилотные региональные контрольные надзорные органы, на площадках которых мы пробируем. Это региональный ветеринарный надзор. Наши коллеги одни из инициаторов в регионе активно эти принципы развивают. Есть в жилищном надзоре, то есть такие принципиальные подходы, которые нами реализуются. Это как раз яркий пример того, что наши коллеги понимают, разделяют и настроены на реформирование своей деятельности. — Значит, о никаких глобальных препятствиях в вашей деятельности вы выделить не можете? — Я бы не сказал, что есть глобальные препятствия, есть определенные правовые ограничения, поскольку вся деятельность контрольных органов — это зона, регулируемая федеральным законодательством. И применение рискориентированного подхода, право применения на уровне региона региональными контрольно-надзорными органами — это сфера, опять же, регулируется нашими федеральными коллегами. — Мы сейчас выходим с инициативой, причем этот разговор уже ведется не первый месяц. Мы выходим с предложениями, чтобы либо в формате пилотной территории в Ульяновской области, чтобы мы могли эти принципы полноценно в деятельности всех региональных контрольных органов реализовать. — Либо второй путь, когда с нашей помощью эти принципы станут возможными для реализации во всех регионах Российской Федерации. Это второй путь. Мы идем одновременно обеими дорогами. Какая будет быстрее, просто кажется. — То есть, если я правильно понял, речь идет о том, что случаются иногда конфликты регионального и федерального законодательства. — Я бы не назвал это конфликтами, я бы сказал, что федеральное законодательство определяет рамку, определяет полномочия для региональных контрольных органов, и мы действуем в рамках федеральных законов. — Соответственно, либо мы выходим с инициативы внесения изменений в действующие федеральные законы. — Ясно, ясно. — Это опять же та часть работы, когда мы понимаем, какие нормы закона должны быть изменены, скорректированы, причем аргументируем свою позицию анализом текущей ситуации в регионе, мнением бизнеса. Очень активно участие принимают все общественные объединения в этой работе, потому что участниками этого процесса являются, с одной стороны, и непосредственно сами контрольные органы. — Бизнес, как субъект регулирования, потому что вся деятельность, собственно говоря, контрольных органов, в первую очередь, в отношении бизнеса, и правительство региона, как такой координатор этого процесса, для того, чтобы он был максимально эффективен и быстр. — Расскажите, пожалуйста, о планах работы в этом направлении на следующий год и существуют ли у вашей работы в следующем году какие-то целевые показатели? — Да, конечно. У нас есть понимание, что мы должны сделать в следующем году, определены целевые показатели. Что касается ближайших действий, то я выделю несколько таких крупных блоков. В первую очередь, это, конечно, дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, когда необходимо, с одной стороны, работать и с федеральным центром. Надеюсь, что федеральный закон о государственном и муниципальном регулировании, который как раз вот эту тему будет регулировать, он будет принят. Мы активное участие в нем принимаем в разработке. Это первое. Второе. Мы вносим изменения в административные регламенты, регулирующие деятельность региональных контрольных органов. Это тоже большая системная работа, как пример, иллюстрирующий эту работу, уже переходя к тому, какими инструментами мы планируем это сделать. Вот есть такое понятие проверочного листа или чек-листа. Да. Смысл этого документа в том, что у предпринимателя есть исчерпывающая перечень вопросов, которые могут быть заданы со стороны контрольного органа. Ну, условно, там, приходит контрольный орган, предприниматель понимает, вот у него пять вопросов, которые появляющие ему имеет право задать. С одной стороны, это делает прозрачным и понятным для бизнеса полномочий контрольных органов, это раз. Эти проверочные листы мы сейчас, как раз, и внедряем в деятельность контрольных органов в течение следующего года. Они все будут внедрены в регионе, все контрольные органы будут работать уже с использованием этих проверочных листов, чек-листов. Это первый вопрос. Второй момент связан с развитием IT-сервисов. Буквально в ближайшие дни будет запущен ресурс risk73.ru, на котором будет сконцентрирована вся информация о деятельности контрольных органов, о тех обязательных требованиях, которые они предъявляют. Там будет информация о проверках, будет реестр проверок, будут определены результаты деятельности контрольных органов. Можно будет посмотреть, кого проверяли, какие результаты этих проверок. И здесь же будет сервис, позволяющий в режиме самооценки бизнесу проверять соответствие деятельности обязательным требованиям. Когда предприниматель определяет свой вид деятельности, чем он занимается, и, соответственно, по контрольным вопросам, которые там заданы, проверяет, насколько соответствуют обязательным требованиям или нет. Это такой элемент очень важный, который, с одной стороны, риски совершения правонарушений снижает, а, с другой стороны, повышает и грамотность предпринимателей, особенно на той части предпринимателей, которые только начинают стартовать свое дело. Это такой эффективный инструмент, который уже показал свою действенность в международной практике. Мы активно в ходе этой реформы привлекаем к этой работе международных экспертов, потому что понимаем, что в части направлений есть чему поучиться у наших зарубежных коллег, поэтому этот опыт мы его адаптируем и, конечно, применяем. Большой блок вопросов, связанный с оценкой деятельности сотрудников контрольно-надзорных органов, это показатель результативности, эффективности их деятельности. Будет создана по каждому из инспекторов такая история проверок, что проверял инспектор, какая текущая ситуация с этим объектом. Это нам позволит оценивать квалификацию инспектора, когда мы видим, на каких объектах он был, какая судьба на этих объектах, что-то происходило, какие-то нарушения не было, этих нарушений. И вопросы компетенции проверяются, и, соответственно, поле для возможных коррупционных проявлений таким образом исключается, когда мы понимаем, кого проверял человек, какая сейчас там ситуация. Это тоже один из ключевых моментов этой большой работы. И хотел бы отметить еще один блок, связанный с повышением компетенции и профессиональных знаний инспекторов контрольных органов. Это большая работа, связанная с реализацией образовательных программ, то, что у нас тоже в рамках следующего года будет реализовано. Что ж, спасибо большое, Вадим Вячеславович. С наступающим Вас Новым годом и успехов, и удачи. Да, благодарю. С наступающим Новым годом. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok